Закон о материнском капитале могут продлить до 2025 года. С такими предложениями вышли тольяттинские общественники и эксперты к депутатам Государственной Думы. Напомню, что срок действия этой программы заканчивается через три года, что многодетных родителей не устраивает уже сейчас. Кроме того, они предлагают новые варианты применения государственных выплат. Обо всем подробнее наш сюжет из Тольятти. За круглым столом эксперты и многодетные родители. Им лучше знать, на что еще можно было бы потратить материнский капитал. Среди новых предложений – это лечение, покупка семейного автомобиля, причем отечественного производства. Свои варианты предлагают и работники образования. Конкретно наше предложение – это то, чтобы материнский капитал можно было использовать на образование. Образование не только ребенка, образование мамы и папы. Суба государственной поддержки ежегодно увеличивается. В этом году ее размер превысил 408 тысяч рублей. В Самарской области есть и региональный материнский капитал – 100 тысяч на все необходимое для ухода и развития ребенка. С этого года появилась еще одна мера социальной поддержки. В Самарской области за третьего и каждого последующего ребенка родители ежемесячно получают свыше 7 тысяч рублей. Нам нужно просто самим быть активными участниками всех процессов. И никогда государство не будет развиваться, если не будет основываться на обратной связи от населения. И как раз круглый стол сегодня показал, что только тогда законы будут иметь человеческое лицо, когда они основываются на потребностях населения, для которого создаются эти законы. Срок действия закона о федеральном материнском капитале заканчивается 31 декабря 2016 года. Но от парламентария в Самарской области уже направлены предложения в Госдуму сделать эти выплаты бессрочными. Татьяна Дрожевкина, Валентин Назаренко и Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти.